МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старинный город Мстиславль, район у центра Могилевской области, расположен на белорусско-российском пограничье. Мстиславль называют обычно белорусским Суздалем. Здесь своя неповторимая атмосфера. Почти два десятка памятников архитектуры, девичья гора, где люди поселились еще за сто лет до Рождества Христова, и замковая гора, на которой стоял средневековый город. Мстиславль привлекает к себе людей, которым интересны и история минувших дней, и современная жизнь этих мест. В Вихре Вообще меня впечатлило дно, из которого растут какие-то просто невообразимые длинные водоросли, которые под влиянием течения переливаются всеми цветами радуги. Просто супер. И когда эти длинные водоросли начинают танцевать в течении, то есть они то закручиваются в спираль, то раскручиваются, то колеблются. Ну, в общем, это очень красиво. Около сотни дайверов со всей Беларуси собрались летним уикендом в Мстиславле на акцию «Чистая река». В первую очередь дайверы стремились очистить берег и дно реки Вихры от бытового мусора. Чистота реки, безусловно, важна, но, честно говоря, все любители подводного плавания и их болельщики на берегу думали о других, более интересных находках. Когда люди приезжают сюда отдыхать или порыбачить, никто не ожидает, что в этих водах, в реке, которая буквально тут 2-3 метра глубиной, может оказаться такие вещи. Ну, насколько я слышал, что даже техника военная немецкая здесь была найдена в свое время. Но самая удивительная находка в Вихре была сделана в прошлом сезоне. Рыцарские доспехи средневекового рыцаря, погибшего в битве у Мстиславля. Они выкованы в середине 15-го столетия. Подобных 2 на всю Европу. Шлем такой конфигурации, родом из далекой Бургундии, сохранился единственный в мире. Археологическая сенсация, а сегодня бесценный экспонат музея истории Могилева. Фрагменты доспехов, которые сегодня бережно хранятся в ратуше областного центра, вытащили из вихры при участии дайверского клуба «Морской пегас». Прикосновение к старине, что действительно вот когда-то жили люди, то еще интересно, когда они вот, ну, жили они совершенно по-другому, ходили в таких вот доспехах, латах. Ну вот, когда к этому прикасаешься, чувствуешь, как бы, что немножко окунулся в те века. Это ваше первое погружение? Здесь, да. На находки, на вихре надеются не зря. Руководитель археологов Игорь Марзалюк обращает внимание, что именно здесь проходили суровые средневековые битвы. Местовые рыбаки, колисьте вот спад гэтых вот всех дубков, лужков, запад гэтых всяких вот лос, вымали так само шлемы. Древы, які лежать там, утыканы штуцерными кулями 1863 года. То есть, вось тут вельми важная месца. Гэта вот уникальный подводный археологичный объект. У першыню в Беларуси такая колькость людей працуя на гэтом объекте. Исторических ценностей в реке на этот раз нашли не так много, как хотелось бы. Мушкетная пуля и фрагменты керамики. Хотя местные жители остались чрезвычайно довольны. И зрелищем на реке, и тем, что с вихры вывезли около тонны мусора. А значит, окружающий мир стал чище и лучше. Во-первых, дети у нас растут. Хотим, чтобы они жили в чистой, красивой стране. Кто знает, какие тайны еще скрывает в себе река. Возможно, что рыцарская сага продолжится. Планируется, что именно здесь, в этих местах, осенью пройдет семинар по подготовке подводных археологов с участием британских специалистов. Ну а пока в этом сезоне удачливее оказались археологи, которые копали землю на замковой горе Всеславля. Сейчас мы привязываемся к раскопу XIV века. Мы планируем выйти на уровень мостовой XII века, которая была найдена в прошлом году. Сейчас мы постараемся узнать, что же там в продолжении. Находок на замковой горе очень разных много. Ну вот находочка у нас гвоздь. Самое что, как можно определить, что этот гвоздь старинный, то то, что он кованый, мы сразу можем посмотреть, он, если вот в таком ракурсе посмотреть, что он квадратный. Если наши современные гвозди, они круглые, да, но не шляпка, а ножка гвоздья, то этот гвоздь, он квадратный. Вот, ну, дальше же наш учитель, когда посмотрит преподаватель, он скажет, какой век, вот. К студентам-археологам из Могилевского государственного университета имени Кулешова присоединились курсанты Могилевского института МВД. Трудовые археологические дни вдохновили и будущих милиционеров. Мы с Лопатой работали не впервые. Сейчас, как бы, уехали в Мстиславль на три дня. Очень интересно, забавно. Именно здесь, как бы, когда ты приближаешься к вот этим историческим, ну, к истории вообще, когда ты сам к этому окунаешься, в это, сам участвуешь в этом, это, ну, если честно, захватывает дух. В Мстиславле я первый раз чувствуется. Очень интересно, да. Вчера у нас мы делали разметку, новый раскоп мы делали, и у нас обвалилась часть стены. До этого там торчали кости, торчали человека, ноги. И когда обвалилась стенка, то есть вывалился весь скелет, да. И аккуратно, раскладывая ребра неизвестного мстиславца, молодые археологи рассуждают, как несколько сотен лет назад жили здесь люди. Наверное, тоже были такие же люди, как и мы, такие же, такая же молодежь, которая о чем-то мечтала, кого-то любила, чего-то хотела в этой жизни, к чему-то стремилась. Как-то так. Что я чувствую? Ну, во-первых, что мы вглубляемся в историю, то есть мы поднимаем эту историю. Ну, во-вторых, мы будем приводить реконструкцию, то есть история будет для людей, чтобы, во-первых, молодежь наша знала историю. И у нас богатый материал, то есть есть что показать. Снимай вот это, вычищай аккуратненько. И глянь, ну тут будет море всякого вкусного, поэтому аккуратно. Перебирай, перебирай. Раскопки на Замковой горе продолжились. Раскоп углубился, и там оказались еще более удивительные вещи. Положительно здесь находилась кузня. Расчищаем ее уже второй день. Вот, работа несложная, но интересная. Вот это у нас венчики керамика. Вот венчик. Вот у нас тоже венчик. Ну, это шклянный бронзолет, 12-й, початок 13-го Стагодзе. Происхождение Византия или Сирия. Стекло в то время было дорогое, так что носили такие браслеты на руках богатые горожанки. Всего с начала археологического сезона Мостиславле сделано уже более 160 находок. Одна из уникальных – это прежде всего вот эта вот иконка, которая до нас дошла сквозь столетия, где просматриваются две фигуры. Слева – пустое пространство, и справа. Мы пока еще не проводили очистку, но предварительно мы уже можем сказать, что это изображение Елены и Константина. Елена – мать Константина, византийского императора, который основал Константинополь. И так как крещение у нас шло от греков из Византии, то многие святые, именно греческие, они сюда на Русь и проникали, и становились, собственно говоря, уже здесь культовыми святыми, которыми поклонялись. И вот эта иконка, в частности, подтверждает распространение христианства в древнерусское время на наших землях и конкретно на Мстиславской земле. Или пряслица с надписью его владелицы, имя которой придется прочитать с помощью электронного микроскопа. Три девицы под окном пряжу пряли. И вот чтобы они не спутали, где чье, потому что это к нам приходилось в территории современной Украины, где-то с Житомирщиной. Это вот оручский, значит, шифер. И из него было модно делать пряслица. И вот чтобы подаренная пряслица не потерялась, ничего, их подписывали. Датой основания Мстиславли считается 1135-й. Но новые археологические исследования говорят о том, что укрепленное поселение существовало тут и раньше. Все найденные артефакты – свидетельство яркой городской культуры Мстиславля еще много веков назад. Мстиславль был не просто городом. Если говорить про территорию Могилевской области, то по уровню, по богатству материальной культуры, равного на востоке Беларуси, именно вот если берем Могилевскую область, ну найти второго такого, трудно найти. Ничего сопоставимого с материальной культурой Мстиславли 12-13 века на территории Могилевской области нет. Работа продолжится. Новая аппаратура, современные металлодетекторы, даже георадар. Специалисты из Англии осенью научат белорусов о замподводной археологии. Но и самое главное – старинный Мстиславль должен стать городом-музеем. В этом уверены историки и археологи, районное руководство, идею поддерживают в области. Если Мстиславль и его окрестности станут историко-археологическим заповедником, то он будет первым в Могилевской области. Разумеется, это уникальное место, потому что тут и археология, и архитектура, и рельеф, и помники природы – все есть. Но такой концентрации помников у нас в области больше нема. Во всей исходной Беларуси нема. По этих помниках можно выучить архитектуру всех европейских стилей. Уникальная… В городе заховалась планировка такая, которая была в 18-м ста годе. Мстиславль – это еще один реализованный в 70-х годах, в 18-м ста годе проект идеального города. Больше такого нема не делал. Мстиславль, по мнению Игоря Морзалюка, сегодня занимает первое место в топ-исторических местах Могилевской области, интересных для туристов. Я люблю свою Мстиславщину за ее уникальность. Уникальность, вот посмотрите, где не посмотреть, везде памятники архитектуры. Вот наш иезуитский комплект. Где вы такое увидите еще? У нас все хорошо, все красиво даже, чисто. Приятно жить в этом городе. Здесь очень пахнет хорошо историей. Здесь все древнее. Куда ни посмотри, где не наступишь, везде история. Вот вы слушаете, как поют птицы, какая тишина. Просто находясь здесь, отдыхает не только душа, но и сердце, и, как говорится, и мозг даже отдыхает. Туристическая база Семигорье. Говорят, когда-то на Семигорках здесь, в Мстиславле, успешно тренировались спортсмены-лыжники. А теперь тут принимают туристов. Тишина, спокойствие – то, что нужно для замученных с суетой, пылью и шумом горожан. И занятия спортом для детей. Тут природа хорошо, чистый воздух, красиво все. Это место создано для отдыха, чтобы все отдохнули хорошо летом или зимою. Семигорье и Мстиславщина вообще на самом пограничье, поэтому сюда часто приезжают россияне. Говорят, у нас хорошо, недорого и интересно. Если взять всю нашу мстиславскую землю, это 1135 год основания Мстиславля. Тут каждый буквально метр насыщен историей. Пустынский монастырь, костелы наши 17 века. Поэтому мы планируем здесь маршруты. Впрочем, один маршрут можно проложить прямо в границах Семигорье. Вверх по лестнице – музей хлеба, который устроили в памятнике архитектуры – лямусе. Лямус – это хозяйственная постройка, которая известна у нас в Беларуси 16 века. Просеиваем зерно, потом будем молоть. Чтобы дети видели, как это раньше все производилось. Понравилось? Да! А что, понравилось? Все! Есть что в мстиславле посмотреть? Если двумя словами. Двумя словами это не скажешь. Очень много. У нас 22 памятника архитектуры. Один памятник истории, 56 памятников археологии и один нематериального проявления творчества человека. Очень внушительный список. Да, очень. В прошлом году в Мстиславском районе побывало 13 тысяч организованных туристов. В этом рассчитывают, что их станет наполовину больше. Люди приедут сюда за новыми впечатлениями и хорошим онданом. Субтитры создавал DimaTorzok